Подписывайся на канал и ставь палец вверх, если тебе понравилось это видео. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, меня зовут Женька, мы продолжаем играть в игрушку под названием Тинни Банни. В предыдущих сериях, если кто не смотрел, игра предоставила нам выбор. Мы можем пойти за матерью на кухню, можем получить люлей и пойти во двор, потому что мать нам настоятельно рекомендовала не ходить сюда, либо открыть чуланку, да, темная душная кладовка. Отлично. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда, боится, что порежусь о лезвии недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь кладовку, она считает, что там живет бабай. Я как-то попытался обобороть ее страхи. Отворил дверь, включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет, только паутина, папины инструменты и срапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи. Три, четыре, пять, я иду искать. И перейдет, скрипя половицами, робко надеясь, что не придется соваться за мной в тесное логово Страшиллы. Понятно. Антон, сейчас ремня получишь, не шагу за порог. Какая суровая у нас мать. Ну ладно. Ну хотя симпатичная, да? Ой, что у нас в холодильнике есть? Холодильник океан, да? Старый, советский. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор, да, а слипшиеся пельмени. Как же они осточертили. Живете вы тут не очень хорошо, я так понимаю, да? Че тут, мол, какой-то парацетамол или че? Ну че, мамань, че ругаешься на меня? Лгать маме было нелегко, ну иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая и экран весь в полосках. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь, да стрелялся в уток своих. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. А у тебя Дэнди, да, типа? Где мы теперь мастера найдем в дыре-то в этой? Может быть просто на стройке сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Хм, нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, не палатки. Мама вытерла руки о фарту, кихмурясь и отправилась в комнату Оли. Отлично. А мы пойдем во двор. Как бы мама не была против, ну, детское любопытство оно такое. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гимнетизирующая и влекущая. При свете дня эти далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. И чуть слышный шепоток в голове. Неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось, уперлось в тупик, в чистоколы их сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга. И мы с Олей окаменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступала оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспомнилась с трудом. Точно это было в прошлой жизни, что когда-то с мамой и папой шутили. Смеялись, проводили много времени вместе. А когда целовались, при Оле она всегда оморщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. А что-то страшное заполнило образующуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме? Людей с ледяными, как у мертвецов, глазами? Пута не во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая о надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по лесу ледяную пыль и хвосты пороши. Щурясь от солнца, я смотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Сухие и колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес, или наоборот, удерживают нечто внутри. На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся потемок. Может отнести ее милиционерам? Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанова из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей». Между тем, такой же полный тревоги с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? «Вова!» Послышался далекий крик, кажется у реки. «Вова!» Словно сами деревья звали кого-то. «Вова!» Подхватили уже ближе. Там за деревьями кто-то стоял. Хоронился. «Вова!» Я понимал, скорее всего кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле, в ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопала крыльями птица. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, и когда снова посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилась. Долго, очень долго стояла тишина. Мускулы мои были напружинены, сердце глохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шепоток из чищебы, и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Как бы разумнее было бы, конечно, наверное, прислушаться голосу матери и убежать домой, но подростковый любопыт... Я бы вот, честно, убежал. Но я же играю за подростка, которому сколько лет, там, в каком он, в седьмом классе. А подростковый, вот это подростковое любопытство взяло вверх бы, наверное, и я бы, наверное, все-таки подошел к перчатке. Мы же отыгываем за персонажа. Я принял решение снять одинокую варежку с ветки. Ух ты, Глеб. Кто-то пробежал. Еще кто-то пробежал. Воу-ау-ау. Эй, че? Крик прокатился по полю и рассеялся вдали. Без эха, без надежды на отклик. Все, хана. Нам хана, нам надо бежать, да? Может, ты побежишь уже, нет? Мне че-то саму как-то стрёмно, по-моему, стало уже. Шагнув к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула. Варежка с чавкающим звуком оторвана сет сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая. Мокрая. Я невольно сжал ее и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное. Над сугробом закругился пар. Это че, это кровь? Это кровь? Ой, да. Это, по-моему, кровь. Весело. Или кто-то вареньем обмазывал перчатки. Я замерз, отвращением разглядывая ладони. Красные. Треск веток в торг сетку с наступающую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая осенью. Стремительно сокращая расстояние. Ноги взяли в снегу. В голове метались безумные мысли. Сейчас схватят. Сцапают. Тащат в чищевую. Навсегда. Но был другой голос. Наверное, голос разума. Он придал сил. Ускорял бег. Ты сможешь. Не останавливайся. Позади раздался светлый мыль. Такой громко, что уши заражили. Оказалось речевок. А не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет моздрами морозный воздух и чует мой страх. Сверху заклопали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. С сухого маленького. Из-за перекрученных филей из-под брелона. Быстрее беги, не глядься. Словно жутно в сновидение, снежная поляна стала вязкой, как запучие пески. Я топтался на одном месте, вырывая ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег. Что-то, что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кура, в кулак я ринулся вперед. Давление исчезло, а ботинок выскользнул с ямой. Подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался таким враждебным. Дом был моей защитой от копающих крыльями теней, от ползущих под снегом существ. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапину, словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рыцвин. Стук сердца в ушах заглушал прочие слуги. Я не слышал, уйдет ли кто-то за мной. Что если они уже во дворе, а мама заперла дверь? Заклепываясь страхом, я дернул ручку, та покорно поддалась. Потому что слушаться надо было свою маму. Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски и крыльца тихонько запищали. То преследователи поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок. Стеснув зубы, я дернул железобетонный набалдажник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь, за преградой тонкой и жалкой бесполезного, а бесполезнее одеяло кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом, мама выглянула из кухни бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно тебе не ясно в просьбе не хлопай дверьми? Я случайно. Я покосился на дверь, запах исчез вместе с ним и дыхание, если там и правду кто-то дышал. Здесь в пяти метрах от мамы страх понемногу ослабевал, таял как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ноги подогнулись, я уперся в стену, чтобы не клюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Симпатичная девушка, симпатичная рисовка. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стояла такой же, какой была до этих всех ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои облепленные гроздьями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что-то говорил, а? Чтоб ты дома сидел. Я для тебя пустое место? Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ей облеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Там за мной кто-то гнался. Я думал, у меня... Пытаясь объяснить, я начал заикаться. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же изменилась в лице, прикрыв рот ладошкой. Гляди, вон же они, прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был покляться, снаружи кто-то заскребся в дверь. Точь в точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, выглянул в кухонное окно, в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимые косматые силуэты, барахтывающиеся в снегу. Собаки, всего-то мелкая сфора, бродяг, без имени и хозяина, лишь издалека напоминающихся голодных стражил, живущих у кромки леса. «Хе-хе-хе, божечки, ты испугался? Да они сами тебя перепугались, Антон!» Они гнались за мной, словно за зайцем, а вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица, и теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. «Что, если они нападут на Олю?» «Мам? Вот бы твой отец их всех перестрелял!» «Мама, они живые!» «А что?» «Ты уж определись, они тебе друзья или враги, не маленькие ведь уже!» Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно, да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. Да, сыщик из меня никудышный, и рисковала я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего все это? Сдалась мне эта варежка. «Ну конечно!» В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива, я поспешил предъявить улику маме. «Мам, смотри, это Вовина варежка, ну того, который утром в милиции спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела, вон там могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди!» «Фу!» На скрипшемся мамином лице появилась тень недоверия, словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. «А ну прекрати сейчас же! Оля тебя услышит и с ума сойдет! Она и так не спит, на все подряд жалуется, еще и ты со своими шуточками!» Теперь я и видел, что мокрая варежка была от снега. Никакой крови, от стыда хотелось сквозь землю провалиться. «Иди сюда, паникер! Да не стой столбом вот таблетку, на, быстро пей!» На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую лосу. «Я уже пил сегодня за завтраком! Попререкайся мне еще!» «Сказала дома сидеть? Нет же! Был бы твой отец и выпорол! Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь! Тебе ведь в школу завтра!» Пришлось проглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. «Может, это была не Вовина рукавичка? Может, и не рукавичка вовсе? Как и чудовище из леса!» «И Олина осова! Я скажу с ума!» «Что со мной происходит?» То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие, зевотное безразличие. «Антон, выпил? Можешь, можешь, если захочешь!» «Раздевайся, уснул что ли?» «Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же?» «Да, глупости всякие!» Мама смерила меня подозрительным взглядом, словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворчик, явившийся из леса. «Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил?» «Все нормально, мам!» Она глубоко вздохнула. «Хорошо!» «Дом будто изменился», потускнела диванная обивка. На кафеле в ванной опечатались следы чьих-то пальцев, лампочки светили иначе тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Алладина. Оля пересмотрела вселепимые сериалы у русалочки и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус. «Найди отличие». Потом поднялся по лестнице. Умолкали голоса Джафара и Яга. «Очень нравится ход твоих оборшивеньких слов». «Ты по-русски говоря?» Я прошел мимо Олиной спальни и еркнул в свою комнату. «Так, ну что мы можем сделать?» «У нас тут один только вариант открыть. Давай открою». Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. И только тут увидел за шторкой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому вино или пережитый стресс, но комната колебалась. Словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался неподвижным. Ткань облепила притаившегося гостя. «Точно, саван», – подумал я. «Оля?» «Кому еще там стоять?» Я встал с кровати и облезал пересохшие губы. «Оля, очень смешно». Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры. Будто не человека, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. «Тук-тук-тук», – стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали в карниз, когда я рывком отдернул шторку. «Хе-хе, попался!» «Да я сразу понял, что это ты!» На фоне предзакатного солнца надолиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражала, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающийся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. «Ха-ха, я все видела!» «Да ну!» «Что ты спрятал?» Вылитая маленькая мама еще до того, как нацепилила эту маску тоскливой усталости, и перешла на приказной тон. «Ничего, просто Оля подбежала к столу и спросила, округлив глаза. «Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор!» «Ты что, глупая?» «Ничего я не крал!» Вспыл в четкий образ варежка, висящая на суку. «А вдруг я ее украл?» У леса склонившаяся силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. «Покажи тогда!» «Поклянись, что никому не скажешь, тогда покажу». Оля заговорчески улыбнулась. «Хе-хе, клянусь, маминым сердцем!» Клятва услышанная ей в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. «Не говори так!» Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее, блескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась за то и вдыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. «Это чья товарищка?» Она сказала с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. «Один мальчик потерял и сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Ему, наверное, там очень холодно». «Его найдут?» «Обязательно». Участковый по домам ходит, всем фотографию показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. «А почему он по домам ходит, а не по лесу?» «Боится?» Вопрос застал меня врасплох. «Милиционеры ничего не боятся, и лес они прочесали». «Да, как же!» Мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самом потаенных уголках, где тьма, холод и шепот, обделенными ветвей?» «Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку?» «Или она появилась позже, до меня?» Я сменил тему, словно попытался отвезти Олю подальше отчащи. «Если я сам найду потерявшегося мальчика, нам, может, награду дадут?» «Кучу всякого, да, как в поле чудес». «Клево же!» Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила, управила лес взглядом внимательных, каких-то удивительных взрослых глаз. «А что, если это сова его утащила?» «Ерунда, не может сова поднять человека». «Ну вот что!» Я тщательно подбирал слова, вытаскивая их силком из переутомленного мозга. «В лес несуяся! Мне кажется, он какой-то, как бы сказать, проклятый, что ли?» «Как в сказке?» «Нет, не как в сказке. Скорее, как на той страшной косете, что родители прячут». Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. «Я видела, как ты убегал. За тобой кто догнался?» «Нет, просто, чтоб мама не волновалась, спешила домой». Я смотрела на сестру и сердце обливалось кровью. «А до чего же она хрупкая? Как легко погасить этот свет? Подует ветер и затушит лампадку». «Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу, никуда выйти не могу. Так я умру тут от скуки». «Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро померятся». «Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились, и мы бы все вместе играли, как раньше». «Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы и спичный коробок посадили». А Оля хихикнула, потянула меня за рукав. «Тоша, пойдем Аладина смотреть». Усталость была сильнее желания побыть с сестрой. Меня одолевала какая-то грустная апатия. «Вымотался я, что-то не хочется». «Ну пойдем». «Мне скучно, одна я, мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, чтобы который ты еще не смотрел». «Да я все наши кассеты наизусть знаю». «А вот не все. Ты Петера Пена не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там такое было. Ну пойдем, пойдем». «Давай попозже». «Рассказать тебе, чем все закончилось?» «Утром расскажешь». «Утром не хочу». «Придумала. А давай в прятки». «Нет, Оль». «Тогда нарисуй мне динозавра». «Оля, блин». «Нарисуй, нарисуй». «Да отставь ты меня в покое». Слова сами сорвались с губ. Я даже опешил. Прежде я так не перекрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неуминуемые слезы. Козливость и стыд заколокотали в груди. «Что со мной происходит?» Я заспешил опередить Олен плач. «Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики, только недолго». «Уже не хочу». Я подошел к ней и положил ладони мягкие волосы. «Пойдем». «Питера Пэна посмотрим». «Ага, ты опять уснешь». Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. «Не усну, обещаю. А потом я тебе целого тридцераптора нарисую». «Ура-ура». «Тридцепупса». «Ну, почти». Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. «Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенку с хлебом. Только утром свежий привезли. Как ты любишь». «Неси, только аккуратнее, а то разольешь». «Опять ругаться будут». «Спорим, не разолью?» «Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока». Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Отлично. Ну давайте на сегодня будем заканчивать, наверное. Завтра будем продолжать. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Пишите какой-нибудь комментарий по поводу этой игры. Увидимся в следующей серии. Всем пока.